Девочки и мальчики, что же мне за наказание? Опять бардак, опять коробки, опять всё заново, всё заново вытаскивают мебель нашу. Сейчас будут менять полы. Это же какой-то кошмар, вы посмотрите. И опять то же самое. Опять ужас. Всё разбирает, всё разбирает, всё вытаскивает парни. Всё вытаскивает. Опять у нас вот такое, как будто мы опять переезжаем. Ой, девочки, девочки, мальчики. Когда же всё хотело закончиться? А мы с Виней-то проспали быстрее. Видите, свернули вот так вот свою постель, коробки, все я вытащила с обувью. И вот у нас, видите, опять такой вот ужас. Всё у нас вытаскивают. Вот Виня им там помогает. Виня переживает, чтобы нам не побили мебель. Но это правильно. Вот застряли с нашим комодом. Комод оказался очень тяжёлый. Тяжёлый, поэтому пошли за какими-то там одеялами или зачем-то, чтобы подстелить. Вот Виня тут тоже переживает за наш пол. Говорит, один сделают, второй сломают. Вот там они, видите, идут с полотенцами. Вот видите, а я с этой стороны подкралась. Видите, они тащат там всё. Вот выносят наш матрас. Видите, тут осталось два. Бокс, спрингс называется. Вот видите, они разбирают полностью кровать. В кровати уже ничего не осталось. Мы как будто опять переезжаем. Аж страшно, честное слово. Страшно. Надеюсь, мы будем спать сегодня на кровати. Виня переживает, следит за всем, что там здесь делают. А картина-то ещё страшнее, ребяточки мои. Посмотрите, посмотрите, здесь вообще один бетон. Ааа, у нас всё сняли. Боже, боже мой. Я никогда не видела, как менять полы. Никогда. А Виня их схватил тут. Теперь он весь в пыли. Боже, боже, смотрите, что делается-то. Парни-то у нас. Эхо. Видите, какие иголочки тут. Я даже наступила, зашла и наступила. Вот когда был карпет, ну, ковролин. Они держат этот ковролин. Не знаю, видно, не видно. Они очень острые. Я на них наступила. И вот они везде, по всему периметру пола. Вот эти вот иголочки. Итак, у нас идут работы. Я специально уже, чтобы не мешаться, показываю потихонечку, что они тут делают. Они сейчас как раз отбивают вот эти штуки, которые были с иголками. Видите, три человека у нас здесь. О, вот уже привезли, принесли наше дерево. Пожалуйста. Вот видите, все запечатано. Цвет такой же, как у нас в зале. Вот так вот. Музыка у нас играет. Мальчишки танцуют. Танцуют, укладывая дерево. А тем временем наш зал выглядит именно вот так. Вот так вот он выглядит. Ну, это все на один день. Мы все свиньи быстренько приберем, как два маленьких муравья. Смотрите, у нас тут в гараже и станок. Они и станок-то с собой привезли. И наш ковролин они с собой увезут, чтобы нам он не мешался. И все-все причиндалы, которые им нужны, все с ними. Ой, ну что, что мы делаем? Мы пока они тут работают, мы поедем на гранитные плиты опять смотреть. Там кто-то написал, что как на кладбище. Ну да ладно. У кого какие ассоциации? Едем, покажем вам, что еще увидим. Но едем туда же вообще-то. Девочки и мальчики, мы находимся в том же месте, в тот же час. Пойдемте в офис. Там, где продают наш серебряное облако. Все вы там сказали Silver Cloud. И мне тоже он очень понравился. Поэтому будем смотреть, сколько это будет стоить. И вот он наш милый, наш милый Silver Cloud. Вот он. Сейчас посмотрим. Итак, мы выбрали Silver Cloud. И идем смотреть Backsplash, то есть фартук. Какой у нас будет фартук? Посмотрим. Скажу вам цену потом. И вот мы находимся в офисе. Всем посмотрите, здесь столько всего, много красивого. И фартуки здесь есть. И разные-разные расцветочки. Сейчас мы будем выбирать фартук. Видите, какая красота. Вот посмотрите, какой я выбрала фартук. Сейчас мы еще посмотрим. Нам принесли еще один. Говорит, хотите вот такой. Хотите вот такой. Вот нет вас рядом, ты не знаю, какой. И так, рядом с нашим Silver Cloud мы прикладываем фартук. Или вот такой. Put another one too. Или вот такой. И все-таки, наверное, мы выберем, который верхний. Can you make little bit down? I can just look. Yes. Наверное, выберем верхний. Верхний нам больше нравится. Он не такой мелкий-мелкий-мелкий. Здесь мелкого хватает. See? It's too small-small-small here. Maybe the bigger one is better than that. He was actually right. Okay. Нам Гай сказал, что вот этот больше подойдет. Silver Cloud. Вообще, они одинаковые цена. Nice. I like this one better. Здесь все такое мелкое. И тут мелкая бота так. Бот здесь крупненькая, тут мелкая все. Так, девочки и мальчики, спасибо вам за то, что мне помогли выбрать Silver Cloud. Винни, how do you feel about Silver Cloud? I love it. I love it too. Вообще, мужчина говорит, это очень хороший выбор. Он говорит, вообще рисунок у него как будто на букве C. Мак говорит, это A. А в чем же подвох? И в чем же подвох? Actually, look, when you're facing the stove, it'll come that full area. It'll be 18, by the way. And what they'll do is they'll take one piece of that material and turn it on edge to make like a little pencil there. We'll come around to the inside corner, come back around. And then it's just going over towards your sink. It'll turn one on edge here. And the same thing about your fridge. It'll turn one or two pieces on edge. Either end. So it kind of, so that way you don't have any sharp cuts. Cuts. And some of that's kind of arbitrary on which one of those they use. They'll use a kind of a long, clean piece there. Пытаюсь не говорить, чтобы не мешать. Немножко очень серьезная у нас сейчас. Если сравнить, то первые, кто нам в Home Depot пришел, приходил. Remember that one part that we got to do, that wall? Remember what you said, I think? This needs to come down level with the bar top. Right. Это наша кухня. What is that? Вот и выбрали. Вот. Эту палочку выбрали. Называется Polar White. Вот это у нас будет между. Между этим. Видите, у них целая коллекция. Что вы хотите, какого цвета между. между этими маленькими плиточками. Каких только бэксплэшей нет, то есть фарточков. Каких только, каких только. Посмотрите. That one would be pretty good, the black one. Yeah. That one would be pretty good. 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 All right. So no one could buy our stone now. We got it, right? Now I'm fixing to go put your name on it. Винни говорит, никто не купит наш камень. Он говорит, нет, я уже имя ваше написал на этот stone. You worry about it, huh? They're gonna come and say, you're gonna get yellow. Our stone sold. Посмотрите, какие красивые здесь есть фарточки. Каких только, каких только. Я уверена, что у вас это все есть, но я-то этого никогда не видела. Для меня-то это все очень новое, в новинку. Поэтому там, я знаю, пишут, что вот типа колхоз, деревня. Но вы знаете, ну а что скрывать? Ну, может быть колхоз, может быть деревня, но я никогда не имела гранитных столешниц или бэксплэши, то есть фарточков. Поэтому, конечно, я все это выбираю и радуюсь, как ребенок. И делюсь с вами. Видите, тоже какие. Кругляшками. Вот такие. А я считаю, кто вот пишет так, что выгнать девушку из деревни можно, а деревню из девушки никогда, пишут именно те, с кем это именно и случилось. Я так считаю. Потому что мне вот, допустим, человеку так никогда не написать. А вот именно деревня, хотя я считаю, что в деревне люди очень хорошие живут, и добрые, и простые. А вот я не знаю, к чему это люди пишут, не знаю. Меня не обижают это, допустим, что деревня, не деревня. Главное, человек хороший. Откуда он из деревни или из Москвы, или он там из Лондона? Он может быть гнилой вообще до самых корней. Так не все ли равно, где он жил. В деревне, или был он дояркой, или был он профессором. Человек гнилой, есть гнилой. Я не знаю, согласны вы со мной или нет. Уверена, что многие согласны. И вот окончательная цена. Я вам покажу цену окончательную. 3 800 стоит гранит. 200 долларов стоит, чтобы разобрать наше на части. И 826 долларов стоит фартук. И все это нам обойдется 4 846. Наверное, вы закричали, ой, как дорого. Но не надо сравнивать цены. Конечно, в России и здесь. Винни заплатил половину. То есть депазит он заплатил. А потом в конце уже мы заплатим и остальное. Ничего мы не берем в кредит. Мы все платим за кэш. Там кто-то написал, что мы будем мучиться, корчиться от кредитов. Никогда не избавимся. Мы ничего не покупаем в кредит, кроме половины цены дома, которая нам очень легко достается сейчас. Поэтому те, кто пишут, должны быть не менее, чем нашими бухгалтерами, которые знают наши финансы, чтобы писать так. Смешно, смешно читать, честное слово. Смотрите и считайте свои финансы, а не наши. Мы не считаем ничьи, и вы не считаете. И вот, ну, из домой, и у нас уже укладывается деревянное покрытие пола. Видите, они постелили чем-то таким беленьким. И вот они сейчас это будут делать. Музыка гремит у них так, что нельзя оставлять, а то не пропустит YouTube. Вот так что вот мы вернулись. Придет ли хоть к нам когда-нибудь утешение и покой? Я не знаю, но надеюсь, мы будем спать сегодня в нашей спальне, честное слово. Вот такой вот пол. Вот я вам покажу сейчас. Пол вот такой. И у нас в комнате пол почти такой же. Он не идентичный, но почти такой же пол. Вот парни ходят у нас туда-сюда. Конечно, сейчас вам покажу, что мы свиньи купили. Мы с Виньи купили Тиффани лампы в нашу спальню. Вот посмотрите, какие шикарные лампы мы купили. Конечно, я вру, что они Тиффани, а не под Тиффани. Тиффани, конечно, стоили бы намного дороже. Но вот такие вот лампы мы купили. Не знаю, что вы сейчас напишите, нравится, не нравится. Но спи, моя красавица. Так, что мы купили сегодня много вещей. Я думаю, что это последнее, что мы купили, да? Мы, наверное, будем нужны несколько лампов. Так, что мы купили сегодня? Мы купили две лампы, которые Тиффани-стайл. Так, две лампы купили Тиффани-стайл. Они вручные лампы, но это не Тиффани. Это все, но это очень красиво. Мы купили две лампы, и мы купили новую лампу. Чест, да, да. Комод мы купили в эту гостевую комнату. Что еще мы купили сегодня? Мы купили нашу кучу. Силвер Клауд! Серебряное облако, девочки и мальчики, мы купили. Очень красиво. Очень красиво. И мы купили бэк-сплэш. Да, бэк-сплэш. Комод мы купили в две недели. Мы купили, наверное, в месяц, наш дом будет мечта. Вместе мы ждем фенничею. Ждем, да. Ждем, да. Надеюсь. Надеюсь. Короче, завтра, в пятницу, нам должны привезти мебель с Нью-Йорка. Ох, мы ждем. Бэй, мы ждем. Да, мы ждем. Ждем, ждем. Ждем, ждем, да? Да, долго. Они должны приехать вчера. Я надеюсь, они приехали. Покажу вам, как наш садовник пообрезал нам кусочки. Что-то не очень вижу. Я что-то много желтизны убрал, но убрал, короче, желтизну. Вот. Видимо, много нельзя тут пообрывать. Вот пообрезал он нам ровненько. Все у нас стало теперь. Все кустики ровненькие. Теперь у нас ничего нигде не торчит. Теперь принцесса Наташа будет ходить по вот этим рядочкам. Гулять. И песенки петь. Вот так вот. Это все в листве. В листве так и должно быть, наверное, листва и опилки. Вот. Видите, все поубрали у нас. Тут чистенько. Лавочка. И правда, думаю, может, качельку сюда какую-то поставить. Будем качаться, сидеть. Ножками дрыгать свиней. Вот наша маленькая, какая-то маленькая черепашечка. Вот так ее надо. И все. Вот такой вот садик. Набегались мы сегодня, напрыгались свиней. Напокупали всего. Купили и гранитную столешницу, и бэксплэш, и лампы, и комод в гостевую комнату. Нам не знаю, что еще нам надо. Может, пару ламп, и все, больше ничего. Все, все, напокупали девочки. Кто ругается, не покупай все сразу. Все куплено, уже поздно. Поставим уже, как будем выглядеть. Как будет, так будет. Поэтому надеюсь, что у меня вкус не совсем плохой. Уж надеюсь. И вот уже сколько, я не знаю, ну четверть, наверное, комнаты готова. У нас, видите, здесь вот так вот все. Музыка играет. Я из-за музыки просто переживаю, что меня не пропустят. И поэтому мне надо говорить, говорить, говорить. Вот так вот. У нас такой будет полик в бедруме. Видите, если я перехожу в нашу... В нашем, ну немножко, может, совсем потемнее. А может быть, им потемнее. Может, просто так кажется. Ну, хотя нет, чуть-чуть. Чуть-чуть другой оттенок. Ну, ничего страшного. В принципе, это даже не видно. Если не знаешь, то и не заметишь. Вот так вот. Мы, свиньи, ездим туда-сюда по делам, а мальчишки работают. Тут мы опять вернулись. И опять сейчас уезжаем. Я приезжаю и снимаю то, что они сделали. Как искать. Опоздала я, как они работали на станке. Но сейчас будут еще работать на станке. Так я сниму молоко. Еще сниму. Сейчас он будет работать. Пилить. Я уже подбежала, когда они уже выпиливали, допиливали руками. Сейчас посмотрю, что они сделали. Мы опять свиньи вернулись и опять уезжаем. Делаем сегодня дела, документы. Все там оформляем, меняем адрес. О, у нас уже полкомнаты готово. Посмотрите, парни-то у нас тут работают, не покладая рук. О как. Так что будет все в порядке у нас. Сегодня мы будем спать в нашей комнате. Парни-то меня специально позвали. Говорят, иди снимай, если хочешь. Буду сейчас снимать, как они тут пилят, распиливают. Сейчас он нарисует и распилит. О, с почта уехала, подъехала. Как ты знаешь, как делать все это? Парень мне сказал, что он всю жизнь строил эти всякие, я не знаю, кабинет, как он говорит. А посмотрите, что у меня есть. Написано, подставка под ложку. Кто мне дал эту подставочку? Я работаю с Машенькой, которая работает со мной в банке. И вот она ездила домой на Украину. И ее мама, Ирочка, послала мне ложечку для нового дома. Сейчас покажу вам. Вот видите, какая ложечка красивая. Ирочка, спасибо вам большое. Огромное вам спасибо. Мне очень приятно, что вы послали мне такую ложечку. Она у меня будет стоять вот здесь. Когда я буду готовить, я буду класть сюда ложечку. А то я все время использую блюдечко. А тут вот у меня такая вот милашка будет, видите, вышиваночки. Такой медвежонок, по-моему. Нет, овечка, овечка вышиваночки, видите. Очень интересно. Ирочка, спасибо тебе огромное. Люблю твою Машеньку, девочку. Она хорошая у нас. Вот у нас уже, видите как, можно ходить. Можно гулять. Там у нас, видите, все постелено. Видите, как они делают. Играют в Lego. Почему ты не имеешь в виду для твоих ног? Мы делаем, они иногда не комфортны. Почему ты не делаешь, например? Ну-у-у. Мне кажется, что я хочу. Да, я знаю. Так вот это же. Бабе, ты уже можешь ходить на земле? Да. Нужно купить? Да, да. Смотрите, это почти не раз. Да. Очень красиво. Это то, что ты говоришь, что они оставили эту гад немного? Это экспансия. Это то, что они нужны для экспансии. И я хочу остановиться. Я хочу остановиться. Я хочу остановиться. У меня нет. Вот там, видите, у нас в кладовке они укладывают. Тоже сразу же одновременно. Устают бедники. Тоже тяжело, конечно. Мы приближаемся к концу, мальчики и девочки. Посмотрите. Приближаемся к концу. Они завтра придут доделать нашу компьютерную комнату. А сегодня они торопятся для того, чтобы нам спать здесь, в этой комнате. Не знаю. Наверное, мы не сможем сегодня спать в этой комнате. Наверняка будем спать до стены. Они бедные, очень устали уже. Приближаемся, приближаемся, девочки и мальчики. Совсем немножко осталось. Совсем немножко. И мы будем устанавливать мебель. Видите, как у нас стало здесь красиво. Вот так. Вот так. А тем временем бардак бардаком вот здесь у нас. Божечки мои. Божечки мои. Наташа опять все разбирай, делай, короче. Отпили мы мальчишек домой. Не успели они сегодня нам установить мебель. И мы будем спать в гостевой комнате. Но ничего страшного. Они очень устали. Поэтому я им сказал, что поезжайте домой поспите. Завтра с утра приезжайте и доделайте. Вот. Поэтому мы сегодня будем спать в гостевой комнате. Все, что осталось, видите, здесь совсем чуть-чуть. И потом уже будем ставить мебель. Завтра я работаю. Завтра нам привезут мебель с Нью-Йорка. У нас привезут два living room и столовую. В общем-то завтра день большой. Я, правда, буду на работе, но Виня мне все расскажет. Вот такой вот, кстати, у нас, видите, привезли еще к нашему бедруму вот такую вот скамеечку. Она у нас задерживалась. Вот такой вот бенчик у нас. У ног кровати он стоит. То есть вот так вот раздеваться, положить одежду свою на ночь. Вот видите, пока все здесь на полу. Все стоит вот так. Я уже, по-моему, показывала. Лампы, которые мы купили с Виней, сделаны по Тиффани. Это нам в нашу столу. Ой, фу! Наш бедрум. Видите, мы сняли здесь все из занавески. Все потом будем вешать в бедруме. А сегодня я, сегодня первый раз на своей кухне готовила. Я приготовила всем известный суп с фрикадельками. Вообще вот, вы знаете, фрикадельки, они поднимаются наверх очень сильно. Мне кажется, что их так много. А внизу-то вообще вот там просто вот, знаете, очень много жидкости. Поэтому вот так вот кажется, что прям огромные, много-много фрикаделек. Ну, в принципе, их много не бывает. Так что всем спокойной ночи. Завтра приду после работы и уже покажу... А, видите, у меня ложечки же есть. Что же я? Завтра приду с работы и покажу вам уже две комнаты, сделанные уже полностью пол. И уже будет вся мебель у нас Нью-Йорка. Поэтому вот до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok